Занятие от 23 февраля. Школа отраслевых переводчиков Альянс Прон. Кружок ройки шития переводов. Он же базовый курс маркетингового перевода. Текст разбирали о том, как длина публикации влияет на рейтинг и конверсию. Источник на экране. Сначала читаю оригинал, потом перевод, потом согласованный перевод и комментирую выводы. How content length affects ranking and conversions? Вариант переводчика. Длина публикации влияет на рейтинг и конверсию. Согласованный вариант. Ранжирование сайта и конверсия. Размер имеет значение. Какие были сделаны выводы? Необходимо учитывать, что рейтинг сайта и ранжирование сайта имеют разный смысл. Рейтинг это позиции в различных рейтингах. Ранжирование это позиции в поисковых системах. Второй вывод. Следует делать заголовки более привлекательными в маркетинговых текстах, если не удается добиваться такой же привлекательности или равноценной привлекательности, как в оригинале. В данном случае дословно смысловой перевод делал его менее привлекательным. То есть мы сравниваем. Длина конверсии и публикации влияет на рейтинг и конверсию менее привлекателен, чем How content length affects ranking and conversions. Поэтому сделали более цепляющим. Ранжирование сайта и конверсия. Размер имеет значение. Третий вывод. Следует опускать некоторые детали, которые можно уточнять в первых двух-трех предложениях. В данном случае мы пожертвовали словом текст и получилось, вместо размера текста написали просто размер. Четвертый вывод. Следует использовать идиомы для повышения привлекательности заголовка. В данном случае мы использовали идиому «размер имеет значение». Пятый вывод. Следует использовать двоеточие для логического разделения смысловых частей заголовка. Вместо сказуемых и других связующих элементов, которые в свою очередь могут удлинять заголовок. То есть самое важное в самом начале, а через двоеточие уже, так сказать, пояснение. Далее. Следует перепроверять правописание имен собственных на русском языке по частотности. В данном случае правок в вариант переводчика не вносилось, так как этот вариант оказался одним из самых частотных. Как вариант был еще nilpatel. Яндекс показал, что частотность этого термина, частотность такого написания примерно равна с nilpatel. Соответственно, мы оставили без изменений, поскольку частотность одинакова. При задании поискового запроса, что в Google, что в Яндекс, имя необходимо забивать в кавычках. Следующее предложение. Around a month ago I ran a crazy egg test, which showed that most people weren't scrolling in a reading the copy of nilpatel.com. Вариант переводчика. В ноябре 2012 года я провел тест с помощью ресурса Crazy Egg. Он показал, что большинство людей не прокручивает и не читает копию сайта nilpatel.com. Согласованный перевод. В ноябре 2012 года я протестировал сайт nilpatel.com через Crazy Egg, сервис, формирующий карту кликов. Увидел, что мало кто прокручивает и читает главную страницу до конца. И дальше мы продолжаем следующее предложение. И решил провести по ней АБ тестирование. Потом поясним, почему присоединили. Итак, выводы следующие. Следует преобразовывать даты из относительных в абсолютные, если дата при переводе может быть изменена. У нас нет гарантии того, что дата сохранится при переводе, то есть, по-моему, 12 декабря. Следует ли мы поменяли. Было Around a Month Ago, стало в ноябре 2012 года. Восьмой вывод. Следует давать описание к неизвестным для русскоязычного читателя реалиям. То есть, было с помощью сервиса Crazy Egg, мы заменили на через Crazy Egg, сервис, формирующий карту кликов. То есть, сделали такое вот уточнение к этому сервису. Девятый вывод. Если формат текста позволяет, то следует приводить это пояснение или описание тут же, рядом в скобках, чтобы читателю было удобно с ним ознакомиться, а не где-то в сносках или в конце статьи. Соответственно, Crazy Egg, сервис, формирующий карту кликов. Десятый вывод. Следует перепроверять факты. То есть, в данном случае у переводчика была страница сайта, мы заменили на главную страницу сайта, поскольку поиск показал, что речь шла именно о главной странице сайта. Перепроверили этот факт. Также мы использовали антонимический, прием антонимического перевода. Было. Most people weren't scrolling and reading. Переводчик использовал. Большинство людей не прокручивает и не читает. Заменили на мало кто прокручивает и читает. При одинаковом смысле формулировка оказалась более емкой, краткой. Следующее предложение. Because of the data, I decided to run an A-B test on the homepage. Вариант переводчика. Поэтому я решил сделать A-B тест главной страницы. У нас продолжение предыдущего предложения мы присоединяли и решил провести по ней A-B тестирование. Почему это было сделано? Мы сочли, что не следует начинать предложение с по этому, так как подобное начало предложения показывает, что мысль была разорвана, и тем самым нарушили правило. Одна мысль равно одному предложению. Большинство людей не прокручивает и не читает. So, NeilPay.com. Поэтому я решил. Заменили на мало кто читает страницу до конца. И решил. Дальше. Тринадцатый вывод. Следует следить за повторением однокоренных слов, в том числе в соседних предложениях. По необходимости присоединять смысловые фрагменты соседних предложений с использованием стоимений, либо заменять на синонимы, если текст не требует однородности данного термина. То есть было у нас. Страница сайта, тест страницы, то есть повторяется в разных предложениях, но рядом страница. Мы заменили на главная страница и провести по ней тестирование. В данном случае страница заменена, во втором случае была на место имения. Следующее предложение. Переводчик продолжил предыдущее предложение. Итого целиком будет. Поэтому я решил сделать АБ-тест главной страницы, которая на тот момент содержала 1292 слова. Поля формы находились в нижней части страницы, невидимой, без прокрутки. Это навело меня на мысль, что снижение конверсии может быть связано с дизайном. Согласованный вариант. Мы отсоединились от предыдущего предложения, поэтому начинаем по смыслу, как в оригинале. На тот момент объем текста был 1292 слова, а поля формы находились в нижней, невидимой части страницы. Я подумал, что это могло снижать конверсию. Выводы такие. Следует удалять избыточную информацию, то есть дублирующуюся и очевидную из контекста. В данном случае было в нижней части страницы, невидимой, без прокрутки. Заменили на нижней, невидимой части страницы. Через запятую. Пятнадцатый вывод. Следует учитывать время публикации. То есть, когда мы говорим current и подразумеваем момент публикации, то в переводе должно переводиться как на тот момент. То есть на тот момент объем текста был 1292 слова. Шестнадцатый вывод. Следует спойлер тире для связки предложений. Это навело меня на мысль, что снижение конверсии может быть связано с дизайном. Изменен на предложении. Поля формы находились в нижней, невидимой части страницы. Я подумал, что это могло снижать конверсию. То есть, связанное с дизайном заменили на это. И семнадцатый вывод. Следует использовать более емкие, более сильные формулировки. Вместо варианта «это навело меня на мысль» мы использовали просто «я подумал». Все. Выводы завершены. Всем спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok